Всем привет! С развитием технопрогресса различные машины исполняют все так же свою роль, помогают человеку в работе. Но с течением времени на этих машинах становится еще комфортнее и быстрее выполнять свои задачи. Перевозить грузы или собирать урожай, например на комбайнах. Ведь раньше были комбайны и вовсе без лобового стекла, а сейчас в комбайне кондиционер и управление джойстиком. То же самое и с тракторами. Казалось бы, трактор он на то и трактор, чтобы выполнять одни и те же функции. Однако трактор трактору рознь в современном мире. И я хочу вам представить самые современные на сегодняшний день трактора. Трактор Fendt 936 Vario – самый популярный большой трактор в Европе. Двигатель с четырьмя клапанами, литражом 7,14 литров. Номинальной мощностью от 355 л.с. до 500. В зависимости от прошивки двигателя. Производится он в Германии, цена его от 200 000 евро. В этом тракторе, как и в большинстве современных, имеется бесступенчатая коробка передач. Преимущество трансмиссии Vario состоит уже в том, что традиционно коробка передач включает более 30 шестерен, а в тракторе Vario их всего 4 пары. И при этом такая коробка позволяет развивать бесступенчатый диапазон скоростей от 0 до 60 км. Трактор Fendt 936 оснащен системой Vario Center, и использует самую современную в тракторостроении модель управления, при которой управление всеми системами осуществляется при помощи джойстика и многофункционального подлокотника. Двигатель трактора разработан с учетом наиболее экономичного его использования и наиболее продуктивно. У Fendt 936 расход топлива составляет 195 грамм на киловатт-час. Объем топливного бака трактора Fendt 936 – 660 литров. Благодаря наличию двух насосов впрыска, осуществляющих впрыск под высоким давлением, возможно использование альтернативного топлива, например, биодизеля. Fendt 936 – первый серийный трактор, который при неограниченных возможностях для полевых работ имеет разрешенную максимальную скорость 60 км в час. Такую возможность трактор получил благодаря быстрому шасси. То есть, сочетание передней оси с независимой подвеской колес, системы стабилизации FI-SC, а также реактивной рулевой системы и пневматической тормозной системы особой конструкции. Кабина – это очень комфортное место для высококачественной работы в этом тракторе. Новая кабина Fendt 936 – самая большая в настоящее время кабина серийных тракторов. Она обеспечивает высочайший комфорт водителю. Кабина предоставляет прекрасный круговой обзор, первоклассную шумоизоляцию, имеют сплошные тонированные передние и боковые стекла. Кресло водителя – на пневматической подвеске, а уровень шума в кабине всего лишь 70 дБ. А также у трактора установлены ксеноновые фары, ну и конечно же в любом современном тракторе подобного типа установлен климат-контроль, чтобы не чувствовать жары в кабине и работать с комфортом. Трактор Therion ATM 7360 – это трактор с мощностью 360 л.с. Число цилиндров – 6, а рабочий объем – 7143 см кубических. Это разработка петербургского тракторного завода. Цена от 180 000 евро. Предназначен трактор для работы в составе высокопроизводительных, широкозахватных и комбинированных агрегатов. Оснащен современной бесступенчатой трансмиссией фирмы ZF Германия. Гидравликой Bosch Германия. Трактор воплотил в себе все передовые идеи современного тракторостроения. Двигатель дизельный с водяным охлаждением, турбонаддув и интеркулер. Максимальная скорость движения этого трактора – 40 км в час. В кабине имеется все для комфорта – сидение механизатора на пневмоподвеске, сидение для пассажира, кондиционер, регулируемая по вылету и углу наклона рулевая колонка, сиди MP3 магнитола. Трактор Месси Фергюсон МФ 8690. Рабочий объем его двигателя – 8,4 литра. И имеет 6 цилиндров. А номинальная мощность – 370 л.с. Производится в Великобритании, а цена начинается от 220 тысяч евро. Главной задачей при разработке трактора Месси Фергюсон серии 8600 было создание машины высокой мощности, сочетающей в себе последние достижения сельхозмашиностроения, а также простоту и надежность. Тракторы Месси Фергюсон серии 8600 – это сочетание мощности, силы, превосходных конструкторских решений и современной органичности при более экономичном двигателе. Все трактора имеют бесступенчатую трансмиссию Dino VT. А также топливную систему Common Rail, что включает в себя небольшие эксплуатационные расходы, низкий уровень шума и превосходные показатели мощности и крутящего момента. В тракторе имеется электронное управление двигателем EUD, что позволяет проводить непрерывную регулировку объема и периодичности впрыска топлива, с учетом оборотов и нагрузки двигателя, что обеспечивает увеличение мощности и превосходную экономию топлива. В стандартную комплектацию тракторов Месси Фергюсон серии 8600 включен ряд новых функций, таких как память оборотов двигателя, круиз-контроль и т.д. Уникальная трансмиссия Dino VT комплектуется функцией динамического управления трактором DUT, которая согласует обороты двигателя и передаточное отношение в трансмиссии в соответствии с нагрузкой на трактор. Такая трансмиссия удивительно проста в использовании. Нет переключения шестерен, нет рывков и прерываний сцепления или мощности. Комфорт оператора. Как снаружи, так и внутри трактор Месси Фергюсон серии 8600 обладает современным лаконичным и эргономичным дизайном. С многофункциональным рабочим пространством. Очень просторная и комфортная кабина, удобный доступ, система кондиционирования, низкий уровень шума, простота органов управления и превосходный обзор. Также в тракторе имеется система навигации. Это универсальная система рулевого управления с функцией свободные руки. Способна обеспечить дециметровую и сантиметровую точность при работе. Трактор Нью Холланд Ти-9000 15-литровый движок, 535 лошадиных коней для всех полевых работ. Это все голландский трактор. Трактора Нью Холланд серии Ти-9000 это машины с шарнирно-сочлененной рамой. Производимые в США. Трактор Нью Холланд серии Ти-9000 характеризуется большим запасом крутящего момента турмодизельных двигателей, мощной трансмиссией, большими неразрезанными мостами, а также увеличенной колесной базой и самой высокопроизводительной гидравликой среди крупных тракторов. Трактора Нью Холланд Ти-9000 относятся к тракторам большого класса. Они оптимизированы для эффективного использования тяговой мощности. С их помощью можно легко обрабатывать почву на большую глубину. Трактор Нью Холланд серии Ти-9000 – идеальное решение для глубокого рыхления и тяжелых энергоемких операций при обработке почвы. Всеми системами трактора управляет электроника, которая обеспечивает комфорт и удобство работы механизатора. Многофункциональный монитор с расширенными возможностями входит в число многих операций. Через него осуществляется диагностика и настройка систем. В качестве дополнительного оборудования предлагаются фирменные устройства автоматического параллельного вождения с использованием спутниковой навигации. Трактор, словно летящий квадрокоптер, будет строго ехать за вами. Трактор Деутс Фехер Агротрон X720 – шестицилиндровый двигатель объемом 7,1 литра и мощностью 262 лошадиные силы. Цена такого трактора от 180 тысяч долларов. Это универсальный, маневренный и быстрый трактор, способный прекрасно адаптироваться к любым условиям работы. Агротрон X720 использует все самые передовые технологии в категории свыше 270 сил. Двигатели Деутс Common Rail, радар скорости, коробка передач APS и гидравлическая система с тремя независимыми контурами. Кроме того, компактная конструкция с привлекательными контурами превращает этот трактор в прекрасный синтез дизайна и функциональности. В тракторе Агротрон X720 – превосходный кабинный модуль, оснащенный уникальной и предвосхищающей будущее пневматической подвеской, управляемой электронной системой, оснащенной автоматической регулировкой. Воздух автоматически вводится в пневматические пружины, в зависимости от веса кабины. То есть пневматическая подвеска автоматически определяет, насколько жирненький водитель или покушал он сегодня или нет, поддерживая таким образом всегда оптимальный уровень комфорта в кабине. Кроме того, два гидравлических амортизатора минимизируют также самые большие колебания, в то время как Panar штанга сокращает продольную и боковую качку. Доступ в кабину облегчен за счет удобных противоскользящих оцинкованных ступенек и широких дверец, с большими поручнями для надежной опоры и легкого подъема и спуска. Превосходная осветительная система тракторов обеспечивает прекрасную возможность работы даже в ночные часы. 12 фар освещают обширную территорию до 500 квадратных метров вокруг трактора, а дополнительные 4 ксеноновые фары дополнительно увеличивают видимость в поле. Конструктивные характеристики двигателей уже сами по себе бесшумные. Монтаж снаружи кабины узлов и деталей, которые создают и передают шум, а также в тракторе используется звукопоглощающий материал между моторным отсеком и кабиной. Таким образом звукоизолируют место водителя, превращая Агротрон X720 в один из самых бесшумных тракторов своей категории. Все рычаги и кнопки сделаны различным цветом и формой, чтобы их можно было легко различить. Благодаря джойстику PowerComs можно запоминать, а потом при необходимости последовательно вызывать из памяти до 16 команд. А инфоцентр позволяет держать под контролем функции и рабочие показатели трактора. Цифровой дисплей предоставляет информацию о рабочих условиях и необходимости текущего ухода. А вот режим работы двигателя, температура жидкости, охлаждение и уровень топлива отображаются в аналоговой форме. Вот такой вот умный трактор. Трактора CASE серии STX. Мощности в этих тракторах от 368 до 589 л.с. Производят их в Северной Дакоте, США. И цена начинается от 300 тысяч долларов. Основной особенностью этого крутого трактора является то, что на него можно поставить различные типы колес, как гусеничного типа, так и обычные колеса. Например, CASE STX STAGER трактор с шарнирно-сочлененной рамой. Производимый STAGER трактор. И поставляемый на рынок под маркой CASE. Эти тракторы могут иметь как колесную ходовую часть, так и гусеничные тележки с треугольной гусеничной лентой, устанавливаемой вместо колес. Производятся они на заводе Fargo, Северная Дакота, где уже построено 50 тысяч таких тракторов. Рабочий объем двигателей этих тракторов от 9 до 15 литров. Так что можно сказать, что американцы не привыкли экономить топливо. Система Quadrek в этих тракторах – это те самые колесные пары, похожие на гусеницы. Они обеспечивают высокую проходимость, уменьшение уплотнения грунта. Увеличенная опорная поверхность системы Quadrek позволяет раньше выводить машины на поле. И обеспечивает пониженное давление на грунт по сравнению с решениями конкурентов, оснащенными двумя гусеницами. Это позволяет выводить технику на поле раньше обычного. И преодолевать влажные участки с легкостью, которая недоступна обычным колесным тракторам и даже тракторам с двумя гусеницами. Начиная с 2006 года, большие тракторы Steger оснащаются двигателем FPT Powertrain Technologies объемом 12,9 литров. Этот мощнейший двигатель приводит трактор Steger в движение даже в самых тяжелых полевых условиях. В кабине этого трактора повышенный комфорт, улучшенный обзор, самая большая в классе кабина. Это значительно повышает производительность оператора. А также очень простые в использовании органы управления. Кабина трактора способствует снижению утомляемости. Эргономичные органы управления на подлокотнике и наглядная информация на угловой стойке повышает производительность оператора. В этих тракторах имеется удобный доступ к основным точкам технического обслуживания. Что позволяет сэкономить время на профилактическое обслуживание и снизить эксплуатационные расходы. Это вам не старый трактор, в котором, чтобы добраться до двигателя, нужно откидывать кабину. В общем, не трактор, а мечта тракториста. Всего это за 300 тысяч баксов. Трактор Клея Сксерион 4500. Двигатель Катерпиллер Си-13. Объем 12,5 литров. Мощность 483 лошадиные силы. Страна-производитель Германия. Цена начинается от 260 тысяч евро. Если вам нужен крупный и мощный трактор, лучшим выбором станет машина серии Клея Сксерион. Производство стартовало в 2004 году с модели Ксерион 3300. Впоследствии линейка расширилась и в 2011 году пополнилась моделью Ксерион 4500. В зависимости от года выпуска цены на тракторы класс Ксерион варьируются. Однако агрегат полностью оправдывает заявленную стоимость. Оценив его производительность и лестные отзывы, вы поймете, как скоро это приобретение окупится. Ксерион – это отдельный класс тракторов, приспособленных для транспортировки тяжелых грузов и передвижения по рельефным, труднопроходимым поверхностям. Быстрое и эффективное проведение работ осуществляется за счет высоких показателей комплектующих. Беступенчатая коробка передач. Скорость передвижения до 50 км в час. Четыре одноразмерных колеса диаметром 2,01 метра. Колесная база 3500 мм. Система управления джойстиком, копирующим положение руки. Трактор оснащен шестицилиндровым двигателем Caterpiler C13 объемом 12,5 литра. Мощности в 449 л.с. при максимальной частоте вращения 2000 оборотов в минуту хватит на продолжительную интенсивную работу с низким износом механизма. Система очистки выхлопных газов соответствует требованиям международного стандарта TR-3A и 4F. Ксерион 4500 имеет два варианта конструкции кабины. Неподвижная кабина T-Rack обеспечивает круговой обзор от передней навески до задней части. Такая конструкция удобна для обработки почвы и посева. А также еще один вариант – подвижная кабина T-Rack VC, Wirable Cap, которая предоставляет полный обзор задней части трактора. Поэтому при проведении силостных работ, фрезерований и рубки будет оптимальным вариантом. Смена положения кабины происходит по нажатию кнопки на панели управления. Водитель может разместить дополнительный терминал между передней и средней стойками кабины. Новый держатель имеет достаточно места для нескольких терминалов. Кабина Tractor Xerion с пневматической подвеской примет на себя самые сильные толчки. Вам будет удобно даже на неровном поле. Простым нажатием на кнопку кабину Tractor Xerion можно перевернуть на 180 градусов, меньше чем за 30 секунд. После запуска производства трактора Xerion поворотная кабина заняла прочные позиции на рынке. В тракторе имеется само собой климат-контроль и холодильник объемом на 43 литра. Трактор Challenger MT-865 Мощность 382 киловатта или 520 лошадиных сил. Вес его 23 тонны, производится в США. Это трактор от фирмы Caterpiler. Challenger является первым и единственным трактором, сконструированным специально для работы на гусеничном ходу. Вместо гусениц у него резиновые ленточные поверхности. Гусеничные ленты различных типов. Каждая гусеница состоит из слоев резины, а также ткани и стального корда, обеспечивающего прочность и долговечность. Уникальная система гусеничного хода Mobile Track, не требующая обслуживания, обеспечивает передачу высокой мощности и тягового усилия на грунт. Масса трактора равномерно распределяется по широким и длинным гусеницам, за счет чего достигается великолепное сцепление, минимальное проскальзывание колес и меньшее уплотнение грунта. 8 средних катков на подвеске обеспечивают плавность хода MT-865. Вся ходовая его часть образует мост над препятствиями на пути, тогда как средние катки огибают неровности поверхности грунта и смягчают толчки. Кабина MT-800E предлагает прекрасные условия работы для оператора. Систему кондиционирования, простой доступ к кабину, низкий уровень шума и прекрасный обзор. Удобное сидение. Также, как и любой другой трактор, этот оснащен GPS-системой, с помощью которой можно контролировать площадь обработки земли. Трактора John Deere серии 9R. В этих тракторах 13,5-литровый двигатель, а мощность от 460 до 560 лошадиных сил. Вес 16 тонн, а стоит он от 400 тысяч баксов. Эти трактора также производятся в США. John Deere 9R является самым мощным колесным трактором. Производство осуществляется на заводе Waterloo США. Трактор John Deere 9R для общего назначения. Подобные трактора выполняют энергоемкие технологические тяжелые работы. Они способны работать с широкозахватными, почвообрабатывающими, а также пассивными агрегатами. В кабине трактора расположен единый дисплей управления. Работу поддерживает система GreenStar 3 Command Center и 17-сантиметровый дисплей. Система совместима с ISO BUS. Для нее предусмотрены приложения AMS, система навигации, а также опциональный сенсорный дисплей. Система Performance Manager автоматически настраивает и сопоставляет производительность двигателя и трансмиссии, чтобы поддерживать скорость на земле с наименьшей частотой вращения двигателя. Это делается для того, чтобы снизить расход топлива. Емкость топливного бака была увеличена до 400 галлонов, а в серии 9R была добавлена автоматическая блокировка дифференциала, что избавило оператора от необходимости вручную блокировать дифференциал. Система удерживает блокировку дифференциала до тех пор, пока трактор перемещается по прямой. John Deere тракторы серии 9R – настоящие богатыри, которые могут работать сутки напролет. За рабочий сезон такой трактор способен обработать до 6000 гектар. Это настоящая мечта многих сельхозпроизводителей. Одним таким трактором можно заменить две пару слабых устаревших советских машины. Однако трактора 9R наиболее эффективны на широких полях, в сцепке с широкозахватной техникой. Остается только придумать, как себя развлечь во время работы на таком тракторе. Наверное, просмотром любимого сериальчика. Так что вот такие вот они современные трактора с кучей интеллектуальных систем управления. Расчетом топлива на обработку участка земли, GPS-модулем, кондиционером, комфортной кабиной, при желании в которую можно установить с завода даже колонки и сабвуфер. Бесступенчатая коробка передач, которая управляется двумя кнопками на джойстике. Интеллект в таких тракторах позволяет управлять трактором даже без самого водителя. Если уже есть один комбайн, например, то комбайнер может одновременно управлять и своим комбайном, и трактором, который будет автоматически ехать за комбайном. Трактор полностью слушается комбайна. А еще нынешние фермеры могут из офиса видеть, где сейчас трактор, чем он занимается, сколько соляры он спалил, сколько просидел, сколько слил тракторист и так далее. Вот такие вот веселые тракторы сейчас существуют. Однако стоят они совершенно бешеных денег. Богатому человеку такой трактор ни к чему, а бедный купить его попросту не сможет. Вот такой вот парадокс. Ну а на этом все, друзья. Ставьте пальцы вверх. С вами были Интересные Факты. Субтитры сделал DimaTorzok